Добрый день уважаемые коллеги! Добрый день уважаемые коллеги! Добрый день уважаемые коллеги! И ему в вашем присутствии слова огромной благодарности за ту огромную работу, которую он в этом сезоне вместе со своими помощниками сделал. Большая, серьезная и, как уже сказала наша ведущая, серьезным результатом работы прошедшего сезона нашего клуба «Автомобилист». Впервые в истории мы возглавили и победили в Восточной конференции, но вы об этом знаете, кто болеет, кто следит. Это было что-то такое интересно, незабываемое. Мы впервые в истории выиграли подряд 18 игр и затем продолжили серию. Ну вот одно поражение, так было бы, наверное, вообще рекорд лиги, наверное, был бы за всю историю. Ну, как есть, на самом деле здорово, все равно то, что получилось. И по результатам чемпионата континентальной хоккейной лиги мы также впервые в истории нашего клуба заняли пятое место. Если в рамках уже континентальной хоккейной лиги, то есть чемпионата нашей страны. Весь сезон старались. Болельщики нас поддерживали очень активно. И по посещаемости, ну, не скажу, что на 100%, но многие матчи были заполнены на 100 с лишним процентов. Некоторые там стоячие места, если можно так сказать, заполняли. Ну, показатели наиболее высокие, я считаю, по посещаемости, если говорить про Екатеринбург, про наш клуб. Больше 90% заполняемость зала. Но, как я уже сказал, плей-офф и ряд игр чемпионата были тоже со 100% наполняемостью. Поэтому сезон, я считаю, удался. Ну, как всегда, хочется большего, хочется лучшего. Но, с другой стороны, есть над чем работать, чем мы будем заниматься в межсезонье, в подготовке. И надеемся не разочаровать наших болельщиков в следующем году. Спасибо. Благодарю. И, Максим Николаевич, пожалуйста, Вам слово. Ну, хотел бы, во-первых, поблагодарить наших болельщиков. Потому что, вот, та посещаемость статистически, да, которая составляет 90%, там, чуть-чуть выше 90%, она, на самом деле, для наших екатеринбургских болельщиков составляет полновесные 100%. Там, вот, чуть-чуть нехватка, это статистических цифр, это именно гостевой сектор, который мы обязаны выделять по регламенту, там, тем командам, чьи болельщики сюда приезжают. И далеко не всегда они заполняли весь сектор целиком. Поэтому, огромное спасибо нашим екатеринбургским, уральским болельщикам со всего региона к нам обращаются за коллективными заявками. Очень много городов на карте представлено. Это и Нижний Тагил, и Первоуральск, и Новоуральск, и Каменск-Уральск, и Шадринск. Многие очень города приезжают, поддерживают, болеют на регулярной основе. И очень большое спасибо, конечно, от лица всей команды, от лица игроков, тренерского штаба, персонала офиса. Хочу выразить нашим акционерам и нашему президенту Андрею Анатольевичу Казицыну, вице-президенту Игорю Геннадьевичу Кудряшкину. Потому что всем очевидно, что современный профессиональный спорт невозможно представить, успешный профессиональный спорт невозможно представить без таких стабильных и надежных руководителей, в общем, которые несут на своих плечах всю ответственность за то, что мы показываем зрителям непосредственно на льду. Поэтому сезон получился неплохой. Очень хочется, чтобы мы полученный нами опыт, особенно на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина, правильно восприняли все вместе, правильно переработали его. И чтобы этот опыт послужил для нас плацдармом для дальнейшего профессионального роста и для игроков, и для тренеров, и для руководителей клуба в том числе. Благодарю и предлагаю переходить к вопросам от средств массовой информации. Сегодня у нас очень много собралось журналистов, коллеги, поэтому я предлагаю выстроить таким образом по одному вопросу от СМИ. Если у нас останется время, то сделаем еще один круг. Пожалуйста, ваше желание задать вопрос обозначайте поднятой рукой, так, чтобы, да, было видно. И в зале Ксения работает с микрофоном, микрофон она передаст. Все уточнения и дополнения тоже в микрофон. У нас ведется запись. Пожалуйста, ТАСС. Дмитрий Никитенко, информационное агентство ТАСС. Хотелось бы уточнить, будут ли продлеваться контракты с легионерами, кроме ДОУС, у которых заканчиваются контракты в апреле, и ведутся ли переговоры с ДОЦУКом, насколько вероятно его возвращение. Спасибо. Спасибо. Ну, насколько вы знаете, если следили за официальными источниками информации нашего клуба, мы на два года продлили контракт с ротарем Якубом Коваржем. Это, в принципе, уже в открытых источниках, далеко не секрет. Найджел ДОУС остается в команде. И сейчас идут переговоры по еще трем иностранным хоккеистам, включая тех людей, которые уже выступали за автомобилист. И также у нас есть хорошие предметные мысли по новым хоккеистам из-за рубежа. То есть в любом случае их будет пятеро, так же, как и в истекшем сезоне. Это будет Якуб Коварж и, скорее всего, четыре нападающих. То есть мы остановимся на той же формуле, которой придерживались и в истекшем сезоне. По второй части вашего вопроса напоминаю регламентные нормы. До 30 апреля у всех хоккеистов действующие контракты в тех клубах, в которых они выступали по ходу сезона. Поэтому с нашей стороны, как и со стороны любого другого клуба лиги, было бы некорректно обсуждать игроков, которые все еще трудоустроены в других местах. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Олег Галимов, Комсоморская правда. Андрей Анатольевич, вот на пресс-конференции перед началом сезона вы говорили, что у клуба есть все шансы выйти в финал конференции и уже побороться за трофей, за кубок Гагарина. Да, вышли во второй раунд, уступили более опытной команде. Можно сказать, что вы были разочарованы этим результатом или наоборот, автомобилист в этом году и так прыгнул выше своей головы. Спасибо. Благодарю. Ну, насчет выше своей головы я с вами не согласен. Я думаю, он прыгнул ровно настолько, насколько мог прыгнуть. Если бы мог прыгнуть еще выше, наверное, бы и прошел Салават Юлаев. Но, как уже сказал Максим Николаевич, плей-офф – это плей-офф. Чемпионат – это одна история, а плей-офф – совершенно другая история, как показала жизнь. Поэтому мы были готовы, но получилось, что вот к тому моменту, когда нужно быть, как бы, с другой стороны, правильно сказать, выше своей головы. Ну, над этим надо работать. Было тоже сказано, что опыт приобретается в процессе. Для нас это большой, серьезный урок. Объективно Салават Юлаев в период наших встреч с ними был сильнее. Это объективная реальность. Мы осознаем это, как я уже сказал. Есть над чем работать, будем работать. Поэтому я думаю, что следующий сезон будет еще интереснее, чем предыдущий, который мы обсуждаем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Богдан Будник, Правда УРФО. Вопрос такой. Как известно, КХЛ сейчас взяла курс на сокращение потолка зарплат. В этом году было 850 миллионов, в следующем 800 миллионов, а еще через год 900 миллионов, причем это будет жесткий потолок. Скажите, а как клуб вписывается в этот курс континентальной хоккейной лиги? Вынужден ли он подстраиваться уже заранее под этот потолок, либо же в будущем сезоне он может быть превышен при условии выплаты компенсации, которую предусматривает лига? Спасибо. Благодарю. Да, как Вы правильно сказали, в истекшем сезоне и в следующем сезоне 19-20 есть возможность превышения потолка зарплат. Она закладывается с выплатой так называемого налогонароска, то есть взнос, который направляется клубами в лигу. На данный момент порядка 10 команд в чемпионате этот потолок превышают, пользуются этой опцией в регламенте. Ну и, соответственно, это те, наверное, 10 команд, которые первые 10 строчек и занимают. Поэтому в истекшем сезоне мы этот потолок превысили, ну, ровно, наверное, на одну зарплату одного из наших ведущих игроков, потому что, в принципе, мы скомплектовались в прошлом году, исходя из норм потолка зарплат, но потом нам удалось успешно провести переговоры с настоящей звездой нашей лиги, поэтому было принято решение, спасибо еще раз нашим акционерам, что мы возьмем этот риск превышения на себя. То же самое заложено и закладывается в бюджет следующего сезона, потому что 800 миллионов – это еще меньше, чем те рамки, которые были и существовали в этом году. Не секрет, что у нас в этом году платежная ведомость составила 970. Соответственно, вот можете подсчитать, примерно в тех же рамках мы постараемся остаться и на будущий год. Значит, по среднесрочной перспективе, то есть то, что касается прописанных в регламенте норм жесткого потолка зарплат, который нельзя превышать в 900 миллионов с сезона 2021, естественно, мы выполняем то, что написано в регламенте. Если в регламенте когда-то будет написано что-то другое, мы уже будем обсуждать это внутри клуба, что с этими нормами делать. Пока мы не имеем долгосрочных больших обязательств финансовых, которые заставили бы нас превысить планку в 900 миллионов в сезоне 2021. И пока это жесткая бюджетная дисциплина, которой мы стараемся придерживаться. Спасибо, Максим Николаевич. Коллеги, есть ли еще вопросы по теме пресс-конференции? Первый ряд, пожалуйста, микрофон. Коллеги, если еще есть вопросы, заранее обозначитесь, чтобы мы понимали, куда микрофон передать. Спасибо. Андрей Анатольевич, потрясающие результаты у баскетбольного клуба, у ГМК, у клуба самбо, у теннисной школы, у ГМК. Может быть, теперь еще и автомобилиста. Может быть, какой-то общий существует менеджерский секрет. Почему так получается? Секрет, секрет. Я бы не сказал, что секрет. На самом деле, просто мое личное мнение, нам повезло, что практически и процессом хоккея, и процессом баскетбола управляет один человек. Фамилия у него Рябков, Максим Николаевич. Поэтому за это ему отдельное спасибо. Потому что получается достойно, профессионально. Самое главное, зрители, болельщики это все видят. Баскетбол на протяжении многих лет. На ваших глазах все происходило. Хоккей, третий сезон, за который нам точно совершенно не стыдно. Но я считаю, что нам повезло. Ну а все остальное, это народное, так скажем. Там исторически сложилось. Ну, хорошо, что получается. Кстати, там тоже достаточно профессиональные люди этим профессионально занимаются. И есть в этом результат. Если говорить про самбо, это уже там исторически, там, 40 с лишним лет. Настольный теннис. Ну вот, пришли люди, которые этим болеют всю жизнь. И в сегодняшней жизни, в сегодняшних требованиях к профессиональному спорту адекватны совершенно. Соответственно, есть результат. Поэтому все в людях. Ищите людей. Спасибо. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, уточнения, дополнения. Вижу руку, микрофон. ЕТВ Михаил Вербицкий. Будет ли скорректирован бюджет на следующий сезон? Бюджет клуба, вы имеете в виду, да? Думаю, в рамках текущего. Ну, плюс-минус. Более подробно говорю, Максим Николаевич, в части зарплат. Но общий бюджет, я думаю, примерно тот же, что этого года. Думаю, да, примерно этого года бюджет будет. Ну, в общем доступе все цифры есть. Мы много раз о них говорили. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. А будьте добры, встаньте, пожалуйста. Много людей не видно. Дарья Корчак, информагентство «УРА.РУ». Андрей Анатольевич, не могли бы Вы рассказать, на каком этапе сейчас находится строительство новой ледовой площадки для автомобилиста и с каких инвестиций потребует этот проект? Спасибо. Проект мы практически заканчиваем. Сейчас отдадим его на экспертизу в ближайшее время. Но если все пройдет без больших осложнений в смысле прохождения экспертизы, то планируем летом, июнь, июль, ну, в общем, летом, как, опять же, все формальности в части документации, согласований, разрешений, летом выйти на площадку, ну, и, соответственно, срок строительства 2-2,5 года, как уж там, развернемся. Ну, сроки примерно вот такие. Цена вопроса, окончательные сметы будут, ну, когда будет рабочая документация, ну, порядок цифр, ну, уровень цифр, примерно, там, 120-130, пока. Почему говорю пока? Потому что окончательные цифры будут, как я уже сказал, после рабочей документации и смет конечных, плюс непредвиденные расходы, ну, 120-30, ну, может быть, даже 140 миллионов евро. Ну, пересчитайте, какой там будет курс на дату, примерно цифры вот такие. Благодарю. Коллеги, еще вопросы, уточнение, дополнение. Хоккейный клуб «Автомобилист». Первый ряд, да, мы пошли на второй круг. Первый ряд, пожалуйста, давайте еще вопрос. Информационное агентство «Ян». Спасибо, забыл сказать. Лейба Григорий, Европейско-Азиатские новости. Максим Николаевич, на мой конкретный взгляд, игра в плей-офф две большие, ну, не такие большие, две проблемы обострила в команде. Это в первую очередь, ну, возможно, не слишком подходящая для плей-офф защитная линия, о чем и Андрей Алексеевич сказал в недавнем интервью. И вопрос по Коваржу. Он, опять же, несколько недель назад дал интервью, в котором сказал, руководство может не переживать, вратарская линия сформирована. Как вы об этом считаете? Может ли не переживать руководство по этому поводу? Спасибо. Благодарю. Значит, ну, что касается серии плей-офф. Вот, в общем, почему-то принято, да, ругать наших защитников, игроков этого амплуа, хотя, на мой взгляд, серия с трактором была пройдена в сухую, 4-0. Да, это была, напомню, тоже первая в истории автомобилиста выигранная серия в плей-офф, начиная с сезона 92-93, когда наш клуб в отечественных чемпионатах впервые участвовал в сериях плей-офф. Это первая серия из девяти попыток, которая была выиграна нашей командой в сухую, 4-0 у принципиального соперника Челябинского трактора. Первые три матча с Салаватом Юлаевым, напомню, за 180 минут игрового времени мы пропустили всего две шайбы. Одну из них в первом матче в ситуации 3 против 5, и проиграли тот матч 0-1. Второй матч мы выиграли в сухую 2-0, и третий матч мы 1-1 сыграли в основное время, и только, опять же, в меньшинстве в овертайме уступили. Поэтому вот эти цифры, наверное, говорят о том, что все-таки защитная линия не так слаба, как почему-то, еще раз говорю, принято считать. Вот, там есть мастеровитые люди, Алексей Василевский, три этапа Евротура, один из трех или четырех хоккеистов континентальной хоккейной лиги провел в составе сборной России в этом сезоне. Никита Трямкин в прошлом году попал в основной состав национальной команды на чемпионат мира. То есть тут есть люди, которые с большим опытом и с большим потенциалом. Но, естественно, мы стремимся к укреплению всех линий нашей команды, и у нас есть понимание того, что если на рынке возникнет фигура большого масштаба в защитной линии, и мы, опять же, вспоминая о жестком потолке зарплат, сможем каким-то образом уместиться во временной промежуток, допустим, грядущего сезона, то мы будем стараться такого человека заполучить, как в прошлом году мы заполучили уже на флажке Найджела Доуза. Что касается слов Якуба Коваржа о вратарской бригаде, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ему комфортно в той конфигурации, которая сейчас есть в автомобилисте, с молодыми парнями, которые вокруг него. И если вы вчера читали интервью Андрея Алексеевича Мартемьянова на официальному сайту КХЛ, он также сказал, что он сторонник того, чтобы был четкий первый номер. Естественно, в этом есть определенные риски, связанные с травмами, с состоянием здоровья основного вратаря. Но если с этим все обстоит нормально, то предпочтительнее для нашего главного тренера и для нашего основного вратаря, чтобы был явный первый номер и уже затем распределение ролей внутри вратарской бригады, так, чтобы не было излишней конкуренции, которая на самом деле сжигает нервы, может быть, даже побольше вратарские, чем непосредственно выступления в хоккейных матчах. Благодарю. Пожалуйста, ТАСС. Вопрос. Да, микрофон. Дмитрий Никитенко, информационное агентство ТАСС. Можете, пожалуйста, назвать самого запомнившегося вам вопрос к обоим спикерам или самого любимого игрока-автомобилиста в этом сезоне. Спасибо. Спасибо. Ну, одного я не могу назвать, у нас же командная игра. Но из тех, кто мне очень нравится, понятно, Коварш, Доус, Голышев, Трямкин, Василевский. Ну, вот. Одного назвал, да? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. И Максим Николаевич? Я вообще не могу ответить на этот вопрос. Сразу говорю, потому что я вижу ребят практически на каждодневной основе, вижу те моменты преодоления, на которые идет каждый из них, ту жертвенность, в том числе своим здоровьем, на которую они идут. Поэтому глубокое уважение испытываю к каждому из наших спортсменов. На данном этапе, если нужно назвать одно имя, то я, наверное, назову на данном этапе все еще продолжающего сезон Максима Россейкина. И пожелаю ему и парням удачи сегодня в Ярославле, в четвертом матче финала МХЛ, в Кубках Орламова. Максим пока в финальной серии не отличался. Мы ждем его голов, я уверен, они придут. Но этот потенциально человек, который способен вырасти в большого игрока, и мы очень хотим, чтобы Максим получал шансы и, главное, использовал эти шансы по назначению и становился следующим символом Свердловского и Екатеринбургского хоккея. Спасибо, Богдан. Пожалуйста, Правда, Урфо. Богдан Будник, Правда, Урфо. Вопрос в продолжение темы молодежной команды «Авто». Выступает она действительно просто феноменально в этом году и всерьез претендует на титул лучшей команды молодежного нашего хоккея. Была упомянута фамилия Максима Россейкина, который, возможно, действительно, ему сейчас выдают большие авансы, и он, возможно, снова тоже станет звездой. Но вопрос в следующем. Вот есть ли вероятность того, что кого-то из этих молодых ребят, которые сейчас играют за «Авто», в следующем сезоне, через год, мы увидим и в основе клуба? Как ранее проделывали этот путь и Трямкин, и Голышев, сейчас вот Просейкин, Валитов потихоньку привлекаются. Есть ли еще там будущие звездочки? Спасибо. Да, Андрей Обидин стал полноценным игроком основы в этом сезоне. В прошлом году он еще был по возрасту лимитчиком и попадал, может быть, во многом благодаря лимиту на молодых игроков. В этом году он полностью по праву выиграл конкуренцию с остальными взрослыми игроками. Мы, вот все, кто следит, я знаю, что Андрей Анатольевич очень подробно следит за выступлением молодежной команды в нынешнем плей-оффе. Я думаю, все можем отметить также нашего галкипера Володю Галкина. Это парень 2000 года рождения и явно один из лучших вратарей страны в этом возрасте, что показывает этим плей-оффом. У нас там есть Кирилл Тютяев, который пропустил весь предыдущий год из-за тяжелой травмы, нападающий 2000 года, очень техничный, лучший бомбардир авто в регулярке. Там есть ребята, которые являются его партнерами по звену. Илья Захаров, Денис Еркин. Есть защитная линия очень приличного уровня. Семен Переляев, Александр Севастьянов, Семен Мирочников, Саша Федоров, Захар Богатырев. Все эти ребята способны выстрелить и в ближайшем будущем в лица и в основной состав автомобилиста, либо перейти уже на мужской уровень в ВХЛ, в нашу фармкоманду «Горняк» и с ее помощью дорасти до уровня КХЛ. Поэтому наша команда на самом деле достаточно молодая и у нас есть хороший костяк 2000-2001 года. То есть это ребята, которым еще 2 года можно играть, 2-3 года играть на уровне МХЛ. Хотя, конечно, мы всегда ставим задачу, что если вы уже готовы, вы будете получать шансы в мужском хоккее в рамках системы автомобилиста. Если можно, мне два слова еще. Пожалуйста, да, в завершение. Я бы начал с этого и хотел бы, раз уж мы завершаем нашу встречу, все-таки поблагодарить руководство клуба в лице Максима Николаевича, всех, кто этим занимается. Потому что организационные вещи, они настолько многогранны и сложны, начиная с переездов и всего остального. Поэтому все было системно отработано, организовано. Тренерский штаб по главе с Андреем Алексеевичем. Ему отдельное огромное спасибо. Всем ребятам, которые, как правильно сказал Максим Николаевич, отдавали всех себя, чтобы получить тот результат, который мы сегодня обсуждаем. И самое главное, всех наших болельщиков, без которых, наверное, тоже бы ничего не было. И вот этот коллективный труд привел к такому результату. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы постараемся выступить еще более достойно. Спасибо.